всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу возобновить рубрику готовлю на несколько дней начну я с того что поставлю в духовку говядину у меня такой очень хороший кусок и продавец мне сказал что его можно запечь получится очень вкусно вот в общем обмазываю специями и буду отправлять в духовку при температуре 180 градусов на два часа я данный способ приготовления нашла в интернете готовила уже не раз и говядина получается очень вкусная здесь я показываю кусочек ну как мясо с косточкой до из которого я сегодня буду варить борщ такой там у меня достаточно мясистый также борщ у меня будет из замороженные свеклы с морковью и и я замораживала летом это у меня остался последний кусочек у меня будет не борщ а скорее наверное свекольник потому что он будет без капусты и также я летом перебивала помидоры и здесь немножко болгарского перца не проваривала а просто вот такие свежие в контейнерах заморозила буду снова делать этим летом также потому что очень нравится добавляю в борщ добавляю к мясу к овощам получается очень очень вкусно буду отправлять в кастрюлю с готовым уже бульоном не размораживаем и достаточно так получается в быстрый в приготовлении борщ но назовите это свекольник если хотите вот как раз здесь отправляю и буду еще проваривать потому что свекла не отварная то есть свежую я замораживала и морковь тоже свежую и конечно же добавляю вот эти вот помидоры получается тогда не добавляя томатную пасту потому что цвет борща и так получается достаточно насыщенный потом сниму еще вот эту пеночку которая образовалась от варки овощей будет супер и поставлю хлеб в хлебопечку вот такой бородинский можно использовать его для духовки для хлебопечки здесь полностью ну рецепт приготовления как нужно плюс нужно смотреть еще потому как закладывать именно по вашей хлебопечке мне нужно вначале наливать жидкость а потом уже засыпать сухие продукты так указано в инструкции моей хлебопечке добавляю сюда дрожжи и добавляю растительное масло и не перемешивая ставлю хлебопечь меня много раз спрашивают про хлебопечь мне нравится она безумно я не скажу что я последнее время очень часто пеку хлеб но но все же пеку йогурт и просто замесить тесто ничего остального не пробовала использую ее в основном только для того чтобы готовить хлеб он конечно же получается очень вкусно вот эта смесь тоже очень вкусная прям такой настоящий бородинский хлеб корочку я всегда ставлю темную вес хлеба 750 грамм в общем эти сам начинает там у меня замешивать в общем обожаю хлебопечку свою тут немножко муки испачкала вот и хлеб получается действительно очень вкусный классный мы любим но иногда покупаем магазины вот такая вот у меня хлебопечь вот иногда покупаем магазины потому что ну как-то соскусь скучаем по магазинному хлебу скажем так вот такая вот очень мне нравится советую и буду делать сейчас зажарку для борща беру лук и буду брать замороженную морковь который тоже натирала на терке и замораживала летом вот так просто кусочек отрезаю отправляем сковородку далее мы делаем обмазку для обмазку можно так сказать да соус в общем для нашей нашей говядины столовая ложка меда и две столовые ложки горчицы меня чуть больше чем столовая ложка надо там остаточки в общем чтобы не оставлять уж уж там хорошенько перемешиваем и прямо на горячие горячее мясо будем все это дело наливать ну здесь картофель конечно же к борщу нарезаю в общем буду заправлять уже борщ вот мясо постояла два часа мы его раскрываем и прямо от души поливаем вот этой смесью горчицы с медом лучший будет дижонская по-моему горчица называется да такая с зернышками вот этой горчичной будет тогда красивее смотреться далее заправляем борщ это замороженный укроп вот на самом деле очень удобно делать вот такие заморозки всегда все блюдо получается вкусные не знаю как свежая вот у меня зелени мне очень нравится значит борщ я также добавила сосиски которые тоже были у меня заморожены вот такой брундучок все все замораживают девочки все что только можно и сыр и творог и все 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 вот добавляю сюда зелень и специи уже добавила соль добавила уксус не стала добавлять потому что и так получилось достаточно вкусно и сухой чесночок еще я сюда добавляю вот так что вот такой вот у меня борщ очень вкусный получился немножечко у меня еще постоит на медленном огне и уже буду выключать так и делаем котлетки котлетки как обычно немножко булочки лук яйцо в общем специи так далее я забыла сказать что мы мясо отправляем вот говядину при температуре 180 градусов еще на 20 минут примерно котлеты я делаю большие обваливаю их смеси панировочных сухарей и кукурузной муки кстати так получается очень вкусно ну по крайней мере мужу моему нравится у меня любитель котлет вот они у меня жарятся и борщ уже готов уже буду выключать и накрывать крышечкой вот такой вот вкусный борщ у меня получился ну назовите это свекольник если хотите вот потому что мне как-то говорили что если нет капусты то это не борщ а свекольник ну пусть будет свекольник в общем жарятся у меня котлетки вот мясо вот такое оно получилось с дижонской вот эта горчица она будет красивее глазурь такая получилась не очень глазурь на можно так сказать но мясо получается очень мягким вкусным такая горчица у меня еще такая достаточно острая то есть такая остренькая корочка в общем обалденно самое главное здесь на самом деле это именно хороший кусок то есть такой без жилок чтобы оно получилось мягенькое мясо тогда будет очень вкусно и также я делаю фасоль с овощами значит здесь у меня лук и замороженное был перец болгарский тоже след остался запасы еще свои я потихонечку израсходово немножечко я их обжаривают добавляю морковь и замороженную и перебитые помидоры накрывая крышкой все это у меня будет протушиваться в котлеты добавляю водичку когда они обжарились двух сторон водичку горячую прямо в сковородку прибавляю огонь и они у меня так пропариваются так овощи у меня готовы и добавляю фасоль который предварительно отварила до готовности немножко томатной пасты сюда и зелень это у меня кинза кинза которая выросла у меня на огороде я ее тоже заморозила и супер получается кинза конечно придает такой аромат вкус данному блюду получается очень классно я делаю таким но у меня получилось таким жиденьким хорошо как раз к макаронам например также делаем салат пекинская капуста нарезаю и буду добавлять сюда морковь и яблочко яблочко у меня такое кисло-сладкое поэтому получается да очень так вкусно также уксус я сюда не добавляю кстати уксус просят не добавлять у меня именно муж ему почему-то не особо нравится когда в салате есть уксус а я люблю когда обычная капуста морковочка и немножко уксуса мне это нравится вот но мы же не нравится испробовала вот эту терку которая мне в подарок при заказе аэрогриле в общем нравится нам не очень понравилась супер вот в общем все перемешиваю добавляю сюда соль и растительное масло можно конечно оливковое но у меня его в наличии нет зато у меня морская соль вот все перемешиваю такой вкусный салатик ужином будет хватит нам это дня на два на три даже того что я наготовила может быть и больше зависит от того будет ли муж приезжать на обед или нет но вроде собирался поэтому варила борщ почему такая фасоль у меня получилось очень хорошо она такая немножко жидковатая и к макаронам как я уже сказала так спагетти будет очень вкусно можно добавить сюда побольше красного перчика будет такой вообще остренькая также есть сварила кстати гречу и вот наши котлетки полностью вода пропарилась то есть испарилась и после я накрываю крышкой и вот гречка тоже у меня уже готова гречка будет на гарнир но можно и в качестве гарнира использовать фасоль сделаю чуть-чуть рекламы кукмара хотя я покупала все это на свои средства но посуда очень классная я всем рекомендую мне она действительно очень нравится есть кстати на вальберис вот эта дырочка в хлебе вот такой хлеб у меня получился это от вот этой лопасти которая замешивает а я ее потом вытаскиваю и в общем вот такой вот хлебушек у нас получается он очень вкусный обалденный прям мне нравится я белый хлеб пеку и такое и смеси и сама делаю в общем прям нравится даже сам процесс такой вот кирпичик у меня получился вот ну и я на сегодня уже буду с вами прощаться на такой хлебной ноте я надеюсь что вам понравилось такое видео она была для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую и до новых встреч